Добрый день! 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 лестнице ходили, поскольку Крупус Монавтики тоже находился в главном корпусе, Ваничковом дворце, и когда мы с Андреем беседовали, ну, вспоминаешь-то одно и то же. Вспоминаешь своих педагогов, вспоминаешь лагерные сборы, вспоминаешь дежурство на елке, потому что все наши старшие коллективы через это прошли. Поэтому для нас елка – это не только праздник маленьких детей, которые приходят в новогодние дни вместе со своими родителями на праздник Ваничков или в концертный зал, карнавал. Для старших детей это тоже особый мир, потому что когда ты прикасаешься к такому очень значимому взрослому делу, да, как организация новогодней елки, понимаешь, что без твоей помощи, без твоей поддержки вот эти маленькие ребята, ну, себя чувствуют, наверное, не очень уверенно на аттракционах, на каких-то там игровых площадках, то себя ощущаешь очень взрослым человеком. Поэтому вне зависимости от того, кем становится наш выпускник, космонавтом, лесористом Мариинского театра, чемпионом мира по тому или иному виду спорта, выдающимся конструктором и политическим деятелем. Мы бы могли назвать имена, так сказать, видных, так сказать, деятелей политического бомонда и Петербурга, и России в целом. Самое главное, что эти люди набираются вот такого очень, на мой взгляд, сегодня ценного опыта, как умение работать в команде, как умение понимать другого человека, слышать другого человека, да, и причем высоких человеческих отношений, очень ценных человеческих отношений. А сегодняшнему подростку ведь это принципиально важно, когда я вдруг одного мальчишки в зеркальном нашем загаданном центре несколько лет назад услышала такую фразу, чтобы, знаете, я тут стал реально общаться. Я говорю, а как ты до этого общался? Вы что, не понимаете? Ну, я как бы там, я виртуально, я вконтакте, я в одноклассниках, а тут я вдруг понял, что интересно разговаривать просто так. Я говорю, ну, видишь, как я за тебя рада, что ты, наконец, понял, что это не менее интересно, что это не менее интересно, и самое главное, что это очень позитивное общение. И когда дети объединяются, не по, скажем, не по признаку формальному, как в школе, да, вот меня записал родитель в такую-то школу, да, и я с первого по одиннадцатый класс буду вот в этом сообществе, хотя там, да, это случайное сообщество. Я не сомневаюсь, что оно может быть очень хорошим, что учитель сделает очень многое для того, чтобы дети... Доли везения. Везения, удачи и, так сказать, все равно случайности, да, то здесь, когда собираются дети, увлеченные одним и тем же делом, когда с ними работает педагог, именно профессионал этого дела, да, то это совершенно другой уровень отношений и уровень общения. Недаром многие выпускники говорят о том, что те друзья, которые появились у меня в дворце, вот это именно те люди, которые меня сегодня окружают. Хотелось бы об образовательных программах еще поговорить поподробнее. Я прочитала, например, вот в последний год, по-моему, это произошло, в 154 научно-исследовательских доклада представили старшеклассники в его области, причем абсолютно космические технологии, экологии, биологии, техники и так далее. Это наша открытая конференция «Будущее сильной России и высоких технологиях». Это очень большой проект, который... Просто серьезные темы заявлены. Есть темы, которые мне не произнести. Я сама понимаю, что я не до конца понимаю даже формулировку темы. Да, но это ребята, которые в течение года, а может быть и нескольких лет, работают под руководством не только наших педагогов, но и своих научных руководителей, из вузов ведущих петербургских, научных объединений, и выступают вот на этой конференции. Конференция очень интересная, потому что ее нам несколько лет назад предложил проводить наш выпускник, кстати, к вопросу о выпускниках, генеральный директор, генеральный конструктор нашего крупнейшего, одного из крупнейших петербургских предприятий, Радар ММС, Георгий Владимирович Ансов. Это оборонно-промышленный комплекс Петербурга. И поскольку он сам занимался в авиамодельной лаборатории, потом, так сказать, занимался инженерной очень серьезной работой, вот придя там несколько лет назад в дворец, он предложил, давайте проводить, давайте опять собирать тех мальчишек и девчонок, да, кто увлечен исследованием, кто увлечен конструированием. И сегодня уже на эту конференцию приезжают у нас гости из 20 субъектов Российской Федерации. То есть это и Ульяновск, это и Мурманская область, и Коми, и Южный федеральный округ, Таганрог, по-моему, ну, чтобы я просто боюсь сейчас кого-то не назвать, потому что очень высокий уровень, конечно, петербургской науки, а мы привлекаем, естественно, вузы петербургские, потому что найти такое количество специалистов в самых разных областях науки и техники нам в Дворце да и невозможно, да это и неправильно, когда сам педагог руководит работой, а потом самооценивает. Это так не должно быть, должна быть внешняя экспертиза. И вот эта конференция показывает, что у нас на самом деле очень хорошие перспективы, а Георгий Владимирович Ансов несколько лет назад, когда мы только начинали конференцию, он сказал, вот, ребята, я вам вручаю диплом за своей подписью и даю вам слово. Вот при всей аудитории, что тот, кто, закончив вуз, придет ко мне работать на инженерную должность, я в первый же год вам устанавливаю двойной оклад. И вот в этом году на конференции он отчитался, что вот представил нам того молодого уже человека, даже не юноша, молодого мужчину, очень симпатичного, который несколько лет назад, получив у нас диплом конференции, отучился в политехе и пришел работать на радар ММС, я говорю, платит двойную зарплату? Он говорит, да. Здорово. Так что, даже это, на мой взгляд, это сегодня тоже такая очень серьезная поддержка ребятам, да, и стимул. Большую стимул. А какие программы планируется запустить в этом году, в новом сезоне? Ну, вот мы, на самом деле, очень много чего сейчас обсуждаем. Конечно, будем продолжать развивать то направление, которое связано с наукой и техникой. Это и экология, и биология. Кстати, завтра иду, нет, в пятницу, иду на очень интересное мероприятие. Фирма ЦЕС, знаменитая ЦЕС Ена, вы, наверное, помните, это германская фирма, немецкая, да, которая производит оптическую продукцию. Она вместе с университетом ИТМО, информационных технологий, вот Национальный исследовательский университет, проводит очень интересную программу, и в рамках этой программы 18 очень высокого уровня микроскопов дарит нашему дворцу. И вот мы уже решили, что эти микроскопы будут в нашей исследовательской лаборатории эколог-биологического центра «Крестовский остров», потому что вот ребята, кто увлечен этим направлением деятельности, конечно, должны иметь возможность работать с самой современной аппаратурой. А где вы педагогов найдете для работы? Ой, педагоги у нас как раз замечательные. Я не занимаюсь, да. На самом деле у нас очень много совместителей, тех, кто продолжает свою профессиональную деятельность в научных институтах, в университетах. То есть люди... То есть это действующие игроки. Да, действующие игроки, если хотите, играющие тренеры, можно и так сказать, и так сказать. То есть те люди, кто не отрывается от своей профессиональной деятельности, видят свое еще предназначение в работе с ребятами. И это самое... Вот я готова молиться на этих людей, потому что их увлеченность, их преданность, она, конечно, вызывает всяческое уважение. Второй у нас ресурс – это наши выпускники. Они... Да, которые возвращаются. И мы когда посчитали, у нас порядка 30-35% педагогов – это воспитанники дворца, это очень высокий процент. Они от нас по большому... Есть еще текучки? Есть текучка. На самом деле есть. Есть текучка, потому что многие ребята приходят к нам работать еще студентами. На четвертом, пятом курсе, шестом, на четвертом курсе бакалавриат, пятый уже специалитет, и они работают. Работают педагогами. Потом, когда надо уже непосредственно погружаться в свою профессиональную деятельность, есть, конечно, совершенно понятные материальные причины, когда нужно уже самоутверждаться и себя, так сказать, становиться профессионалом. И наша... Ну, та материальная поддержка, которую мы можем оказать в виде заработной платы, она на самом деле достаточно скромная. Потому что... Поэтому не все выбирают свой путь именно в педагогической деятельности. При этом работа с детьми – это всегда, мне кажется, такой наиболее сложный фронт работы. Это очень сложный фронт работы. А если еще представить, что вот про тех людей, о которых я говорила, это еще и учебный год в течение всего учебного, всего календарного года, школы заканчивают сейчас. И в каникул, да. Да, а мы-то продолжаем работать очень активно. Сейчас походы, научные экспедиции. Это все в разгаре. Просто хотела бы об этом отдельно поговорить. Поговорим. Поэтому текучка есть, приходят студенты, молодые ребята, аспиранты продолжают работать. Не все продолжают, не все остаются у нас, но приходят новые. Хотя, конечно, у нас достаточно стабильный коллектив, и мы очень гордимся тем, что у нас очень разновозрастный коллектив. Потому что вот этот дворец – это еще и место, где каждый коллектив нужно передавать из рук в руки. Не просто вот я пришел со стороны, я вот сел и с чистого листа начал. Хотя есть такие вещи, которые мы создаем с чистого листа. Да, и это должно быть, и это всегда будет. И это всегда будет. Да, и коллективы, которые нужно очень бережно передавать из рук в руки. Потому что потерять – это очень быстро можно. А вот сохранить и при… Наверное, что касается творческих каких-то объединений, там, и тюд, и театр Куболки. Это очень трудно. Это очень трудно. Да, это вот такая ювелирная, такая деликатная работа. Ну вот это задача меня как директора, чтобы не потерялась связь времен, чтобы в дворце одинаково комфортно себя чувствовали и мэтры, и молодежь. Мы с вами поговорим обязательно о деятельности дворца в неучебное время, в летний как раз сезон, да и в каникулы. После паузы небольшой, друзья, далеко не уходите, говорим о дворце пионеров и паническом дворце. Мы возвращаемся в студию на Невском проспекте. Напоминаю меня в гостях Мария Кутунова, генеральный директор Санкт-Петербургского городского дворца творчества «Юных». Ну вот обсуждаем деятельность дворца. Вот в летнее время, да, летний сезон уже начался, я знаю, что лагерь «Зеркальный», сезон уже открыл, первая смена заехала. Да, 31 мая. Какие там программы будут предложены детям на лето? Ну, у каждой смены своя идея, своя, если хотите, технология. Хотя самая главная технология, конечно же, заключается в том, что в «Зеркально» продолжаются занятия наших творческих спортивных коллективов, потому что в «Зеркальный» выезжают ребята для того, чтобы продолжать образовательный процесс, учебно-тренировочный процесс. Поэтому занятия по расписанию, как мы смеемся, купания по графику, это классическая фраза, никуда от нее не уйдешь. Хотя, конечно же, помимо профильных, очень серьезных занятий, любой и ребенок, и педагог подтвердит, что за эти 21 день смены нам удается сделать больше порой, чем за месяц, за два занятия в условиях дворца. А иногда я там... Потому что школа не отвлекает. Да, во-первых. А во-вторых, когда ты погружаешься в то, что тебе дорого, что тебе интересно, и что тебе безумно нравится, конечно, результат быстрее достигается. Какие коллективы выезжают? Танцевальные? Ну, в этом году, сейчас на смене в основном спортивные коллективы, там морской клуб Юнга, слава богу, что озеро позволяет нам проводить шлюпочную практику. На других сменах будут и ансамбль песни и танцы, и ансамбль скрипачей, и оркестр баянистов, и русский народный оркестр, и духовой оркестр, и студия Метаморфозы, и музыкальный театр, студия Розыгрыш. То есть у каждой смены свое лицо, свои занятия, ну и, безусловно, наши две спортивные школы, все спортивные отделения, будь то спортивная гимнастика, фехтование, спортивное ориентирование, бокс, ну, в общем, все эти виды спорта, которые мы культивируем во дворце, ребята будут продолжать заниматься, потому что... В свежем воздухе тоже, но там же огромная специализированная база, у нас спортивные залы, которые сегодня, как вот отмечают специалисты, в общем, отвечают всем, всем самым современным международным требованиям, там бассейн, наконец, мы теперь независим от того, что лето под Петербургом бывает далеко не радостным, далеко не радостным, поэтому плаваем мы теперь там круглый год, купаемся в бассейне, укрепляем здоровье, поэтому зеркальные вовсю действуют. А вы сейчас говорили о научных экспедициях, исследовательских экспедиций, давайте вот о них поподробнее расскажем. Есть традиционные, ну, например, в Кандалажский заповедник на Белое море ребята уже ездят многие десятилетия, это лаборатория экологии морского бентеса, и результаты ребят каждый год, они представляют очень серьезных конференциях, где ученые дают задания, то есть это не любительская работа, чем бы занять детей, а это совершенно серьезный научный труд, ну, который позволяет из года в год отслеживать состояние морского, морской составляющей Кандалажского заповедника. Очень много туристских походов в разные концы, и на Северный Кавказ, и в Центральную Россию. То есть они со своими руководителями проходят? Нет, 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 нет. Ребята идут вместе со своими руководителями. Это безумная ответственность. Я восхищаюсь, в общем, энтузиазмом и мужеством наших педагогов, потому что, конечно, сегодня это очень непростое дело идти в поход с детьми. Непростое во всех смыслах. Я не буду даже раскрывать, в общем, всем трудностям, которые нужно преодолеть для того, чтобы все благополучно прошло. Но надо хорошо понимать, что сегодня и дети совершенно другие. На мой взгляд, еще 10-15-20 лет назад дети были к этому больше готовы. Даже готовы, я не говорю про физическую форму, хотя она на самом деле тоже внушает очень серьезные всегда опасения. Наши дети стали менее здоровы, физически крепкие. Здесь прежде всего психологическая готовность к преодолению... ...походов, она сейчас не отходит. Да, она к преодолению вообще любых трудностей, когда дети очень трудно могут договариваться между собой. А, как вы понимаете, в походе это необходимо и в экспедиции. Когда дети очень трудно берут ответственность на себя, а там иначе нельзя. Если ты будешь здесь как бы не думать о последствиях того, что ты делаешь, ну, это может плохо закончиться. Поэтому это, конечно, труд, вызывающий восхищение. Труд колоссальный, безусловно. Мария, вот вы еще говорили как-то, я читала ваше интервью, потому что сейчас нынешние дети очень прагматичны. Безусловно. Но это действительно так. Они очень тщательно отбирают место, где и зачем они будут тратить свое время, да, и на что они тратят свое время. Конечно, дети уже более старшего поколения, которые уже задумываются о том, где они будут учиться, куда они будут поступать. Конечно же, все свои дополнительные занятия, они и время, они стараются потратить так, чтобы это пошло на пользу будущему поступлению, да, скажем, получить какие-то дополнительные профессиональные навыки и знания. Вот вы как-то в этом плане сотрудничаете, может быть, с вузами конкретно, да, чтобы помочь им уже поступить туда, там? Дело в том, что мы... Вот у меня немножко другая философия. Может быть, я ее просто попробую донести сейчас. Я не считаю, что мы должны готовить ребенка к поступлению в какой-то вуз. Вот это моя позиция и это мое убеждение. Моя точка зрения состоит в том, что мы должны ребенку показать, ну не ребенку, да, юноше, девушке, да, подростку, показать, а, собственно говоря, в чем будет заключаться его будущее, если он выберет этот профессиональный путь. И если в этом процессе проб и ошибок ребенок, подросток, так что классник поймет, что это не его, я буду считать, что мы тоже свою задачу выполнили. Потому что если он занимается на малом... Отвязательный результат тоже от илеза. Это очень... Вот в этом деле он очень важный результат. Потому что если он занимается в малом медицинском факультете и придя в больницу поймет, что страдание человека, боль человеческая, физическая немощь человека вызывают у него ужас, страх, неприятие, то пускай лучше вот на этом этапе он поймет, что он пойдет, может быть, тогда в медицину другую. Он станет фармакологом, он станет ученым, медиком, исследователем, но он не пойдет в врачебную специальность, он не станет врачом. То есть он поймет, что... Да, ему интересно заниматься химией, биологией, ему интересно заниматься исследованием, ему интересно изучать, быть исследователем, но работать с человеком он не сможет. Так же, как если, занимаясь морском клубе Юнга, выйдя в морское путешествие, он поймет, что это совсем не его, то слава богу, что он выберет для себя профессию, там, я не знаю, кораблестроителя, да, или, я не знаю, экологой будет заниматься морской экологией, да, и чем-то еще, или он будет заниматься логистикой морских перевозок. Поэтому нельзя перед... Я убеждена, что перед нашими педагогами, перед детьми и перед родителями не надо ставить задачу ориентации на конкретную специальность и на конкретный вуз. Надо дать возможность посмотреть всю палитру возможных предпочтений в этой профессиональной области. Да, и выбрать какой-то свой вопрос. Да, и понять, что у меня получается, что мне нравится, а что мне категорически противопоказано. Нельзя не вспомнить, конечно, Аничков-лицей, да, она создавалась как школа будущих ученых. Он выполняет свою функцию, лицей, конечно, выполняет свою функцию. Именно, да, действительно, мы ориентируем ребят для будущей исследовательской деятельности. И большинство из них, в общем, наши надежды оправдывают. Они идут именно в науку. Есть какие-то известные люди, которые добились... Да, где только у нас, да. Но они добились, безусловно, результатов своих. Кто-то пришел преподавать, к счастью, опять же, в лице, к вопросу, откуда брать кадры. Кто-то уже своих детей привел к нам учиться. То есть это тоже дорогого стоит. Да, в основном идут в науку. Причем науку самую разную. Не только естественные науки, математику, и не только гуманитарные науки. То есть, в общем, вся палитра. У нас на этом последнем звонке, вот сейчас, да, 25 мая был последний звонок. Лицей выскочил на сцену наш выпускник нескольких лет назад. После лицея поехал поступать в ГИТИС. Закончил ГИТИС. И сейчас работает в хате. Выскочил на сцену и сказал так. Ребята, мне всю жизнь, значит, когда я поступал, мне говорили, что артист должен быть глуповатым. Тогда он, так сказать, эмоционально сможет пережить лучше и показать лучше характер своего героя. Так вот, то, что я писала свою научную работу в лицее, когда я пришел на собеседование в ГИТИС и показал, что вот у меня такая работа, меня сразу взяли на режиссуру. Потому что сказали, что таким умным на актерском факультете делать нечего. Другое дело, что меня через год оттуда выгдали и опять взяли на актерский. Но я ничуть не жалею. То есть получается, что мы даем такую широкую базу для образования, что ребенок потом может на любом поприще себя чувствовать очень уверенно. Это, кстати, здорово, потому что очень многие учебные заведения профориентированные и очень сильные в этой... В узкой своей, да. Но понятно, что если ребенок не сложится в этом направлении, то ему будет очень сложно найти себе применение где-то. Вот поэтому мы очень так определенно для себя выстроили свою идеологию, что мы даем, что мы даем очень хорошее базовое широкое образование, которое дает возможность потом в любой своей области быть успешным. У нас мало времени осталось, к сожалению. Очень хочется еще вспомнить эту замечательную традицию. Вы уже заговорили о последнем звонке. Традиция праздника Аллы и Паруса. Это же... Она родилась во дворце, да? Да, во дворце пионеров. В 60-е годы сочинил этот праздник. Это только как праздник Петербурга. Да, но мы очень гордимся этим, том, что вот эта красивая идея педагогов дворца о том, что символ юности, символ мечты, символ вот таких светлых перспектив. Сбывшихся надежд. Да, да. Сбывшихся надежд Аллы и Паруса. Эта идея пришла педагогам дворца пионеров. И вот ту самую идею о том, что красивый парусник должен проплыть по Неве, вдоль Невы должны стоять интерактивные площадки, на которых ребята будут, ну, так сказать, вот сами себя развлекать, да? Что будут играть духовые оркестры, будет звучать музыка. Это будет праздник юности. Такой вот красивый, светлый петербуржский, ленинградский тогда праздник. Вот она родилась во дворце, и несколько лет именно дворцовские педагоги ее разрабатывали. И не только разрабатывали, они ее реализовывали. Они были фактически теми самыми, как это сейчас называют, аниматорами, да? Аниматорами, которые эту огромную массу ленинградских выпускников аккумулировали вокруг себя для того, чтобы этот праздник состоялся. Поэтому, да, мы гордимся, и это наша тоже история очень... Надо сказать, что дворец еще замечательной елки, которые ежегодно стоят. Ой, мы уже... Я уже читала сценарий, мы уже заказали подарки. Если вы думаете, что на... Если дворе июнь месяц, и яркое солнце, то у нас уже во всю елки. Когда я начинаю об этом говорить, мне не верят, но это действительно так. Так что подготовка к праздникам елки уже идет. Но самое главное, что мы в этом году вернем наши такие праздничные программы новогодние для старшеклассников. Мы несколько лет назад, так сказать, ну, по разным причинам как-то отошли от них, да, но теперь вот возвращаемся. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я надеюсь, что жизнь вашего дворца будет настолько праздничной и интересной. И разнообразной. Какой она была в те годы, чтобы вот оставался дворец таким, как мы его знаем. Приходите к нам. Да, спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас была Мария Катунова, генеральный директор Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин